И так, ну что ж, всем привет, мои дорогие зрители Да, прямо сейчас начинается 11 выпуск сериала Омега Лайф Вот как вы видите, я сейчас еду на своей Омеге достаточно резво Вот, перестраиваю здесь Омега уже начинает жить полноценной жизнью Но этот выпуск будет не о ней В этом выпуске мы познакомимся с еще одним Опелем Омегой Так что смотрим, наслаждаемся и что-нибудь из этого извлекаем Поехали В данном выпуске будут показаны близкие к предельным скорости автомобиля Ставилась исключительно научно-познавательная цель А не попытка доказать кому-то что-то Я не могу запретить вам повторять то же самое Но помните, что скорость – это прежде всего ваша ответственность И перед тем, как давить тапку в пол Всякий раз задумайтесь о родных и близких людях, которые вас ждут А также всех тех, кто едет с вами в одном потоке И после этого принимайте решение о том, какую скорость выбрать, опираясь на опыт Ну а мы начинаем Ну что, всем привет! В Питере разгар весны Погода класс Мокрая, зябка, холодная Ну, как и обычно в Питере Меня зовут Антон Я владелец Омеги 95-го года С двухлитровым 16-клапанным двигателем Ну, вот, в принципе, и она Поехали, ребята ПОДПИСМЕНТЫ 1995 год Омега-Б Два литра двигатель Хм, что-то уж больно знакомо Ну да, цвет темно-зеленый И все, что ли? Так ведь была уже на 32-литровая Омега с автоматом В том-то и прикол, что здесь установлена ручка И мне не терпится понять, что такое Омега на ручной коробке передач При аналогичных с моей машиной характеристиках Насколько меняется этот автомобиль Также хочется выполнить на ней то, чего ни разу еще не выполнялось в наших тестах А именно, хочется выбраться на скоростные трассы и посмотреть, каким образом этот автомобиль ведет себя там Ведь заявлено, что Омега – это машина, созданная для высоких скоростей Постараться достичь максимальной скорости и понять, как он себя на ней ведет Ну и все-таки, каждая из Омег – это своя история, свои владельцы Поэтому интересно послушать Антона Чтобы добавить в копилку мнение еще одного человека Ежедневно и тесно эксплуатирующего этот автомобиль Перед вами человек, который проехал на двух своих Омегах 230 тысяч километров Причем это за короткий срок И это не трассовые пробеги Это город, где огромные моточасы У меня было две Омеги, обе 1995 года Обе одного и того же цвета и обе с этим двигателем 2 литра 16 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Катав почти четверть миллиона километров на двух Омегах Я, наверное, скажу, что самое главное и основное, на что нужно смотреть при выборе Омеги Это кузов Он не должен быть свежепокрашенный и без жвучков Он должен быть родным Есть давняя легенда о том, что если на Opel заехать в темный, глухой лес И прислушаться, можно услышать, как он гниет Так ли это по отношению к Омеге Чем отличается эта Омега от многих других, которые коленсят по России Она полностью в родном железе Ни один кузовной элемент у нее не менялся и не снимался Что просто не произошло за 22 года Давайте посмотрим Начнем с крыла Родное крыло В принципе, ничего Как есть, так и есть Где основные болезни этого кузова проявляются со временем? Не забываем, что здесь все родное, заводское Это двери, что передние, что задние Здесь краска родная Низ дверей Задние то же самое Здесь все родное, ничего не красилось, не снималось Даже резинка не снималась Но проявляется ржа и здесь, и здесь, и по низу Но опять же, не забываем о том, что машине 22 года Это все, что с ней случилось Едем дальше, арки Даже специально протру Мне держался перчаток Что случилось с задней аркой Ну, вот все, что случилось Так ли это страшно? С одной стороны, да, вроде есть ржа Само собой Жители Краснодара, Ростова это все отпугнет Я знаю, как злобный перекуп Вот не надо Но для Питера это вообще идеально Задняя крышка багажника Открываем крышку багажника, смотрим Потоп Крышка багажника полностью равная Не снималась, не красилась, ничего Жуков даже не наблюдается Сравним с более современными моделями Где на задней крышке уже все жареет на пятом году На жизни Ну, с таким бахом мы его закрываем Задняя правая арка То же самое Небольшие жуки Но при этом не переваривалось Ничего здесь не делалось Все вот это родное Да, жуки есть Но для 22 лет и для Opel это совсем не страшно Двери Двери, арки То же самое Жуки По дверям Задняя арка Без единого жука Так же как и на передней двери Левой Здесь где-то там есть жучки Где-то там на 22 летней машине И самый большой очаг Жи, который есть в этом автомобиле Спустя 22 года Это правое крыло По какой-то необъяснимой причине Оно Согнило Или как сказать Скоррозировало гораздо больше Чем все остальное Почему не знаю Загадка Вот, в принципе, и все Лища, пороги Ну, об этом говорить даже нету смысла Еще лет 10-15 На первой дырочке Вот такой маленькой Запросто И все Крыша Рамка лобового стекла Вот это все никогда не красят Это все родная краска Полностью Вспоминаю наши лады В возрасте 5-7 лет А я очень хорошо знаю, что с ними происходит в этом возрасте Вот, капот Капот красился Капот красился Именно потому, что на нем было очень много таких сколов Его покрасили, но Маляр схалтурил Скулы получились вновь Вот небольшой Первый самый жучок, который я нашел Вот, все Больше нету ничего В этом автомобиле Пороги с внутренней стороны Вот, какой итог По этому автомобилю В плане железа Верна ли эта легенда О том, что они греют на глазах Приведима к Омеге Нет 22 года автомобилю И то, что мы вам сейчас показали Это единственное, что произошло с этим автомобилем Не забываем о том, что машина эксплуатируется Не в Ростове, не в Краснодаре А в сыром Питере Где климат крайне неблагоприятный для автомобилей Все-таки Здесь сыро 90% влажность Ну, погоду вы сами сейчас видели Какая у нас в основном Лучше иметь Жуки на крыльях Где-нибудь на арках Но Некрашенный, небитый кузов Чем свежепокрашенную шпагу Ну, вот так вот Ну, я думаю, что это относится Не только к Омеге Но и ко всем остальным машинам Если живой кузов Все остальное чинится Делается И все это делается за вполне Адекватные какие-то деньги Вот динамика Омеги В городе Опа Двух литров в городе Вполне хватает Никаких проблем Особенно звикли в том Что он высокооборотистый Для того, чтобы он хорошо разгонялся Хорошо работал Его нужно крутить С места С дикой пробуксовкой Как на BMW На нем не уйти Машина расчета Изначально на автобаны немецкие Не столько на город Рабочие обороты двигателя Где-то с двух с половиной тысяч оборотов И до упора Ее можно крутить Крутить и крутить Ну, хорошо, наверное Во всех оборотах Кроме как До двух с половиной тысяч Комментарии по поводу печки Мы едем Печка на первой скорости И даже чуть-чуть убрана Нам тепло Далеко не на всех Современных машинах Так же тепло, как здесь Еще замечу Объем машины Значит, на большой салона Прогревается быстро И отлично Вот Что-что А вот с печкой проблем Не было никогда Сейчас встраиваемся В поток на кольцевой Четвертая передача В таком режиме Омега может разгоняться Примерно до 200 км в час Как тепловоз Самая максимальная скорость На которой я на ней ездил Где-то по спидометру 215-220 Не больше Достаточно уверенно Она разгоняется Наверное до 180-190 Дальше Чуть-чуть медленнее До 200 Достаточно уверенно При том, что мы еще Идем в горку Здесь небольшая горка На кадрах Может быть не видно Но все-таки Вот сейчас идет у нас фура Ну не фура Грузовик Назовем это так Обгон Опять же в горку Но при этом уверенный Уверенный обгон Все Пятая передача Мы идем вперед На трассе Двух литров За глаза и за уши Если не собираетесь Просто Видите, как на Формуле-1 Вполне хватает Именно на трассе Именно на трассе Рабочие оборота двигателя Находятся там Где Максимальный момент То есть если в городе При старте Омега такая Еще немножко Медленная На трассе Все Дали газ Тут тут же идет Отдача Вот еще одна попытка Обгона Фуры Нажимаем на газ Четвертая передача Мой опыт поездки По трассам То есть я ездил На этой машине На север Ездил также На юг Это Севастополь Симферополь В горах Крыма Хватает на обгонах Вполне Крейсерская скорость По трассе Комфортная Примерно 130-140 Это если брать Трассу М4 Дон Разгон Попробуем Максимально Загнаться На четвертой Передаче Машина Точнее Опель Которому Третий десяток Уже пошел Разгоняется На уровне Современных Машин Без каких-либо Проблем Очень все Бодренько И это все На двух литрах Поэтому Те кто думает Что два литра Это мало Два литра Не вытащат Эту массу Я думаю Что вы сильно Ошибаетесь Все таки В чем будет Разница В динамике Многие спрашивают Два и пять В шесть И рядный Двухлитровый Разница Будет В моменте В момент Старта Когда вы Трогаетесь В городском Режиме Все таки На V-образном Двигателе Тяга Будет Гораздо Больше Если Говорит Разница Двигателя Рядного Четырехсилендрового И V-6 2.5 На трассе На трассе Уже это не настолько Будет заметно Нет Ну это мое мнение Отлично ускоряется И один И другой На V-6 В городе Будет поприятнее По уверению Будет именно Стартовать На низких оборотах До двух тысяч Потому что Именно до двух тысяч Тяги Здесь Немножко Не хватает Чем это относится Не только Именно к Омеге Это относится Ко всем Опелевским двигателям Ездил на многих Опелях Лично У меня В моей семье Было Десять Опелей Начиная с Опеля Кандета 82-го года Еще в кузове Д Углова Там как Девяточка Наша Все двигатели Опелевские Они примерно Такие Их нужно Крутить У них Момент Смещен Все таки В сторону Высоких Оборотов Девяточка 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 Я уже жду комментарии К видео Чувак гоняет 140 Нарушает правила Не пристегнутый Все В топку В топку Встраиваемся в поток Включаем поворотник Третья передача И уверенно Уходим вперед Именно на трассе Омега чувствует себя Очень уверенно В трассовых режимах Она для этого И создана От кузова Переходим к подкапотному Пространству Которое для съемок Не делалось Вот открыли капот И начинаем показывать Вам что здесь Выносила мозг Что нет Проехал я на этой машине 200 тысяч километров И буду вам рассказывать Сейчас Что доставляло Проблемы А что С того Наверное Не тронуто Начну С основного С двигателя X20 XEV Знаком всем Омега водам И большинство Переводов 2 литра 16 клапан Основная Его Даже не проблема Особенность Это Прокладка Выпускного коллектора В этой машине Это практически Расходник Меняется Ну по крайней мере У меня он меняется Раз в полгода Стандарта Многие спросят Кто с этим двигателем Не сталкивается Надежно ли Это двигатель Смотреть С какой стороны Посмотреть Пробег этой машины Удайте Исходить Из реальной оценки 1500-1600 Я надея Отъездил 200 тысяч километров Почти Вот так По Питеру В основном Это город был Городской пробег Не трассовый Что произошло С этим двигателем За этот пробег Единственная проблема Поломка двигателя Это то Что я умудрился Сломать родной Масленный насос Недели две Тому назад На съемках Двигатель От масляного Голодания Застучал Провернуло Датчики Ну как частенько У меня Они за этот пробег Вышли Из строя По одному разу Датчики Очень дорогие Не оригинал Здесь не работает Можно купить За 1000 рублей Датчик или колено Либо датчик Ак-пинвал Поставить Завести Эффекта ноль Только оригинал Оригинал стоит Где-то В районе Так 7-8 тысяч Это дорого Это очень дорого Но От этих датчиков Здесь стоят Отходили 20 лет Генератор От этого автомобиля Здесь До недавнего времени Стоял родной Родной Генератор Я его поменял Где-то месяца Полтора Того назад Когда Только лишь Хотели Снимать Эту машину Показатель На самом деле Немногие Современные машины Эти могут похвастаться Кстати О стоимости Опять же Запчастях Генератор Автомобиль Бизнес-класса 3500 Новый Новый 3500 Многие уже Обратили внимание Вот на это пятно Клапанной крышки Да Это еще одна Особенность машины Она пластиковая И если Перетянуть болты При замене Прокладки Клапанной крышки Она трескается Да Здесь была Небольшая трещина Которую заделывали В целом Все что Находится здесь Проблем не доставляло И подвеска И рулевое управление И двигатель И коробка Все создано Именно для трассы В городе Омега Чуть-чуть неуклюжая Как такая корова Рулевое управление Такое Ну не то что Разбытое Вначале Поворачивается руль Вслед за рулем Идет машина Сейчас мы проверим Как эта машина Способна на маневры Что означает фраза Сначала крутится руль Потом идет машина Подобный тест Уже был в двухчасовом фильме Но там были Другие условия Повышалась скорость Мы смотрели больше На сносы автомобиля Здесь же хочется посмотреть Насколько остро Реагирует автомобиль На резкие броски руля Но делать это просто так Наверное скучно И чтобы тест был совсем Не похож на тот Что мы уже снимали Давайте добавим Немного рок-н-ролла И пусть у Антона Появляется мотив Резко поворачивать машину Скорость пусть будет Постоянной 60 км в час Поехали Субтитры сделал DimaTorzok 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 Позажигали и хватит Вернемся к теме маневров Омега действительно Входит в поворот Как-то неохотно Реакция на резкий бросок руля У нее неспешная Крены кузова Еще раз доказывают Что никакой остроты В управлении здесь нет Подвеска в этой машине Полностью исправна Но я не скажу Что автомобиль Стал рулиться Намного лучше чем мой Когда мы его тестировали С еле живыми стойками Да Здесь нет той Паразитной раскачки Но в остальном Управление ничем не удивляет Хотя и не огорчает Все в рамках ее класса Стоит также в немалой степени Учесть высокий профиль резины Который тоже вносит Свои коррективы Задержку О которой говорил Антон Здесь прекрасно видно Сначала резко крутится руль Машина реагирует позже Вот так А что касается работы колес Относительно дорожного покрытия То здесь все очень хорошо Подвеска делает из автомобиля Настоящего паука Всеми лапами Вцепившегося в покрытие Никакого особого намека На снос колес А вот теперь перейдем к тормозам Тормоза по кругу здесь стоят дисковые Без этого никак Машина тяжелая все-таки Уже в базовой комплектации Они оснащались системой АБС АБС очень надежна И проблем не доставляет никаких Работает она отменна И это сейчас мы вам покажем Сейчас мы проведем тест В режиме экстренной остановки Автомобиль на зимней резине Так что длину тормозного пути Мерить глупо Наша задача посмотреть Не сносит ли ее куда-либо в сторону Первый заход 60 км в час Поехали Все прекрасно Машина четко держит прямую Усложним задание Разгоним Омегу до 100 км в час ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь тоже все отлично Прямая удерживается Хотя тормозить ей стало куда тяжелее И еще усложним задачу Разгоним автомобиль на снегу И резко затормозим Что же случится с машиной? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как видим, система АБС Работает превосходно Автомобиль не теряет курс Даже на снегу Смешанным со льдом ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, вот почему я и говорил Тормозила очень четко Теперь по стоимости содержания этого автомобиля Не да, бывают вопросы Сколько стоит содержать машину, допустим, в год? Мне такие вопросы, в принципе, непонятны Один человек за год проезжает 100 тысяч километров Другой проезжает 5 И сколько стоит содержать машину за год Я думаю, может быть, правильнее судить Сколько стоит содержать машину за единицу пробега Допустим, возьмем километр Сколько стоит Сколько стоит содержать Альбегу За километр пробега Давайте попробую посчитать За свой пробег я вложил в нее Тысяч так, по 250 Наверное, в счастье от того, что я делал что-то Что можно было бы и не делать Я знал, что ездят на ней долго еще Много И бывало, что я вкладывал денежку на будущее То есть можно не менять сейчас вот это вот Да, но вот я на ней еще буду ездить этот год Давай-ка я поменяю Поэтому нарисовалась вот такая сумма Километр пробега обходился в среднем полтора рубля Много это или мало? Давайте посчитаем Какие есть альтернативы бизнес-классу? Блин, а что вы? Какие есть альтернативы бизнес-классу? Не знаю С чем можно ее сравнивать? Покупить бюджетный новый автомобиль Дешевле 600 тысяч, 500 Он не будет А посчитайте амортизацию Да, он будет ломаться меньше Да, вы по ремонту на единицу пробега Потратите меньше денег Но каска, амортизация Какие-то расходы у дилера В итоге вы эту сумму перепрыгнете Взять бизнес-класс тех же лет BMW, Mercedes, Audi Это будет дороже, поверьте Даже если будет ухоженный экземпляр Один из основных плюсов Омеги В плане обслуживания и ремонта Она ремонтопригодна Я всегда знал, что что бы ни сломалось в машине Все это будет стоить недорого И сделано будет быстро На экране многими любимый тест Разгон автомобиля с места С нуля до сотни Вы уверены? Всего-то до сотни? Да посмотрите на эту красоту Да тут сложно удержаться от замера скоростей повыше Готовность Три, два, один, старт! Три, два, один, старт! Три, два, один, старт! В итоге Омега разогналась с места и до 180 Разгон до сотни занял 11 секунд Ведь это и есть то, ради чего стоило этот тест проводить Ну а дальше есть секундомер на экране Так что сами считайте разгон до нужной величины От себя скажу лишь то, что разгон до сотни получился паспортный И почти на 2 секунды быстрее, чем у меня на автомате Омега это автомобиль, который имеет шоссейный характер Двухлитровый мотор так и просится на скоростную трассу Его характеристики таковы, что он хорошо проявляет себя на высоких оборотах Мы решили показать вам, как он ведет себя на высоких скоростях И насколько сам автомобиль при этом остается управляемым Ведь, как известно, некоторые машины после достижения определенной скорости Превращаются в неконтролируемый снаряд Место выбрано с непростой аэродинамикой Этой трассе присущий постоянный боковой ветер, часто с порывами Но ведь и кузов у Омеги далеко не квадратный Так что посмотрим, как она борется с сопротивлением воздуха Управление автомобиля на скорости 160 км в час остается стабильным Набор скорости также уверенный Интересно, сколько же удастся набрать на максимуме разгона? Боковой ветер, как-никак, сегодня достаточно сильный Субтитры добавил DimaTorzok Стыки в покрытии Омега не замечает Идет как по рельсам ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Перестроение на таких скоростях не вызывает проблем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА даже среднего ценового диапазона, могут сегодня подарить такую стабильность. И вот, открывается прямая. Постараемся взять и преодолеть рубеж скорости за 200. Давай, давай, давай! Даже с профилем Opel и Omega аэродинамическое сопротивление на такой скорости дает слишком большую нагрузку. Играет музыка А вот и тоннель. Он, кстати, на 30 метров уходит под воду. Завораживающее зрелище. Но нет, взять рубеж не удалось, так как спуск сменился резким подъемом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот и удача! Полоса чистая! Пробуем взять предельную скорость! Давай, Омега, давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну же! Есть! Стабильные 200 на спидометре! Что ж, машина прекрасно себя ведет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опять же, перестраиваться вполне можно. Небольшая колея на дороге совсем не досаждает. В этот раз боковой ветер немного утих, и машина взяла 200. Она действительно показала, что ее стихия раскрывается на трассе. Двухлитровый двигатель честно отдает то, на что способен. Вполне возможно разогнаться на Омеге выше 210, но условия для этого должны быть несколько другие. Например, отсутствие бокового ветра и более затяжные прямые, без перестроений. Но это все наука, не имеющая в жизни наших дорог никакого смысла. Но факт есть факт. Машина через 22 года жизни показывает паспортные значения. И это здорово! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы произведем опережение стандартной фуры с синхронной скоростью 110 км в час. Пристраиваемся за ней, смотрим в зеркало, включаем четвертую и вперед! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опережение заняло 15 секунд, с учетом того, что мы решили сделать этот маневр максимально плавным. Выходная скорость маневра 160. Теперь попробуем опередить три автомобиля, которые идут на скорости 120. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Омега достаточно уверенно это делает. Выходная скорость почти 180. Теперь вы примерно представляете, каково с ней на обгонах. В нашем случае мы делали лишь опережение без выезда на встречную полосу. Но то, что было видно, дает понять, что на этой машине вполне можно обгонять без особого страха. Главное – видеть, что творится на встречной полосе. С маневрированием проблем не будет. В завершение этого заезда предлагаю все же еще раз попробовать покорить максимальную скорость. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, стрелка легла на 210 км в час. По паспорту максимальная скорость двухлитровой Омеги составляет 209 км в час. Машина полностью едет так, как в нее и было заложено. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Омега – это автомобиль, сконфигурированный под скоростью. От 90 до 150 км в час. Его передаточные числа коробки, подвеска, длина кузова начинают работать именно в этом диапазоне. Выше разгоняться можно, конечно, но машина в этом случае будет сильно выбиваться из расхода топлива. В городе же Омеги достаточно тесно. Когда едешь 60, с одной стороны все нравится, машина идет плавно, но в тесноте городских улиц может не хватать выворота колес. И там, где другие автомобили легко развернутся в один прием, Омеги требуется три. Да и в целом в городе автомобиль ведет себя средне, так как изначально этот класс машин проектировался под автобаны. В то время поток машин был небольшой, и поездка по таким трассам больше напоминает рейс в комфортабельном поезде. Да, нужно признать, что спустя 22 года Омега вовсе не растратила свою прыть и желание ехать на скорости, радуя не только отменную устойчивость в своем классе, но и двигателем, который пусть и не быстро, как пятилитровый, но уверенно набирает нужную до максимума скорость. Он не затухает прям до самой отсечки пятой передачи, и кажется, разблокирую ее, и мотор может крутиться дальше. Когда я говорю про недостатки в городе, то Омега, как и сказал Антон, несколько неуклюже. Ей не хватает остроты. К ее рулевому управлению нужно привыкнуть. Субтитры создавал DimaTorzok У меня на самом деле два было таких автомобиля, и купил первый я совершенно случайно. Мне в кратчайшие сроки, буквально там день-два-три, нужен был автомобиль за небольшую денежку, чтобы он просто ездил. Я работал торговым представителем, а кто работает в продажах, знает, насколько необходима машина, и именно та машина, которая будет ездить каждый день. Пофиг какая, гладко, чтобы она ездила. И за сумму, если не изменять память, 90 тысяч рублей я купил первую Омегу Универсал с безумным пробегом, где-то под миллион, наверное, километров. Тоже 95-го года, тоже зеленого цвета, вот такого же, и тоже с двухлитровым шестнадцатиклапанником. Я думал, это чисто временный вариант, там, два-три месяца, чтобы она меня покатала по городу. Купил, машина осталась на год. Она потому что просто не ломалась. Я на ней ездил каждый день на протяжении всего года с утра и до вечера, и при этом машина выдерживала все испытания, которые ей доводились. А ездила она очень много. В режиме торгового по Ленинградской области и Санкт-Петербургу. То есть это безумные пробеги, это какие-то грузы в багажнике, это самое недорогое масло. Лед в системе охлаждения двигателя зимой. Иногда такое тоже бывало. И при этом все равно она ездила. Прошел год, я поднакопил какую-то денежку. На этой машине стали появляться новые жуки. Кстати, о жуках на машине. Машина была с пробегом почти в миллион километрах. Через год я решил ее продать, но она совсем уже была все-таки старенькая по кузову. В задней арке сгнили, сгнила низ дверей. Подгнила крышка багажника. Ну, это не суть. Я задумался, а что купить взамен. И решил все-таки свой выбор ставить опять же на Омеге, но уже гораздо более ухоженной. Я стал перерывать интернет в поисках хорошей, ухоженной Омеги. Как же это казалось сложно. Бюджет у меня был практически неограничен. То есть я мог купить Омегу в Бео до рестайла. У них хотелось именно до рестайла, потому что салоны все-таки получше, чем в рестайле. Бюджет был где-то 250, но до 300 тысяч. И как же сложно оказалось ее найти в таком бюджете. Они все были закохожены пацанским чувством. Они гнилые. Причем на цене никак это не отражалось. То есть можно увидеть за 100 тысяч хорошую Омегу, можно увидеть за 250 убитую в хлам. Месяца где-то через 2-3 поисков я нашел все-таки в Питере от первого хозяина вот эту вот Омегу. С родным кузовом, с родной краской, родными стеклами, родной оптикой. И после недолгих торгов, которых в принципе и не было, я ее взял за 160 тысяч. У нее были проблемы. Проблемы заключались в том, что у нее была полностью убитая подвеска. Она практически лежала на пузе. Ну, меня это не смущало. 1030, да, не только 30 тысяч на это было. И Омега получила новую подвеску. Гоняли мы машину не щадя. Чтобы показать вам, что такое Омега с двухлитровым двигателем, конечно, без происшествий не обошлось. Помните, Антон сказал о том, что во время съемок сломался маслонасос в двигателе и у него провернуло вкладыши. Вот как это случилось. Три, два, один, готов. Так, там что-то случилось. Сейчас пойдем посмотрим. После резкого старта капот открыл. Сейчас подойдем. Все. Вот так вот оставляет, срач. Тут свалка. Что там такое? Похоже, что-то с резком. А что там? Заглох, что ли? Ну, не пидаю. Я снять. А что такое? Загорелась лампа. Контрольное это давление масла, и звук изменился. Давай сейчас заведу. После очередного форсированного старта с места у Антона загорелась лампа давления масла и боли не затухала. Первые мысли были, что образовалась где-то брешь, но никакого пара или дыма не было. Потом возникла версия, что забился маслоприемник. Загорелась лампа давления масла. Это Shell Helix 10 на 40. Вот вам пример того, что хозяин заливает в автомобиль масло. У тебя только литр, да, с собой? Да, меньше, пол-литра. Ага. Да я недавно доливал. Вот такое масло заливается в Shell Helix HX7. Сейчас давай послушаем, чего он. Я чувствую, что в этом видео будут новые кадры, как ремонтируется Олег, как отчиталочка. Да, как на поле. Антон подлил пол-литра, и вновь заведя мотор, все-таки осталось. Лампа давления масла горит уверенно и не тухнет. Двигатель изменил звучание, появились ноты механического трения. Это газонол, да, чуть-чуть? Так, сейчас послушаем, как работает автомобиль. После чего мы решили его заглушить, и стало понятно, что своим ходом Омега с этой площадки не уедет. Позвонив Жене, он сразу же приговорил про ворот вкладышей, по одному лишь звуку двигателя, который услышал через телефон. Хотели позвонить службу эвакуаторов, но поняли, что наше местоположение не имеет адреса, так как этот полигон не имеет названия. Далее мы увидели неподалеку человека, запускающего квадрокоптер, у которого была машина «Опель», только из современных. Так что подумали, почему бы не попросить вытянуть хотя бы до заправки приболевшую Омегу? В общем, мы тут реально сидим, замерзаем потихоньку. Ну, солнце все еще согревает, но его осталось. У меня есть интересное предложение, пока еще солнце греет. Дойти вот до того чувака и попросить хотя бы до заправки Эшеловской нас довезти. А там горячий чай, и можно будет переждать все-таки немножко. Пойдем к нему? Человек оказался отзывчивым и тут же ринулся помочь. Взял Омегу на трос и потащил до заправки. Благо, до нее было 800 метров, чтобы уже оттуда думать, что делать дальше. Ой, кто ж знал, что так получится. Ну вот, прямое включение. Вот, я надеюсь, как-то меня тут видно, Антоху видно. Нет, ребята, что хочешь, Антон, сказать? Что это вообще на Омегах гонять? На Омегах можно гонять, только вчера 2 часа неспокойно шел. Нет, на Веду в гонках участвовать, вот такие резкие старты делать. Можно, любая машина так может сдохнуть. Кстати, предложенное вознаграждение человек брать не захотел. Эх, побольше бы таких добрых людей. Я с Антоном отправился на заправку, чтобы там перекусить и согреться. Омега при неработающем двигателе стала достаточно быстро остывать. На улице не лето все-таки. Далее, я решил на всякий случай позвонить Димону и попросить его оттащить нас до сервиса, где эта Омега обслуживается. Находится он, кстати, на другом конце города. Димон всегда выручал и в этот раз не отличился. Через полчаса после звонка прибыл на место на своем автомобиле. Ирония в том, что его Chevrolet Cruze это тоже по сути Opel. Ну что, Димон, очередной раз выручаешь, да? Сейчас я хочу пошел тут в багажнику, чтобы она открылась. Какой-то тональностью открывается, ребята. Давай я на нем поиграю. Кто хочет понажимать? Давай. Может, у меня получится? Какой-то тональ, значит, найти бы этот тональ? Вот. Нет? Вот здесь. Судя там лово в движении, как-то бам. Минус пара еще, капот. Ага. Блин, что-то... Слушай, холодает, солнце скрывается и сразу... Кто хочет понажимать? Сейчас опытный Opel-евод поставят как надо. Потому что в Opel все делается обязательно под каким-то углом. Что вы хотите сказать по этому поводу? Знаете, у меня нет стов одни буквы. Одни буквы? Вот и одни цифры. Здесь 133, но 0 на 0. Вот этот угол. О! Не, он против. Против, точно? Как-то странно. А, хотя это Opel. Тем временем наступил вечер. Димон взял Омегу на трос и неспешно потащил. Антон управлял своей Омегой, привыкая к ней на ходу без работающего двигателя. Тащим бедняжку на тросе. Вот она. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В городе еще куда не шло. Но мы выехали на трассу и развив скорость 90 км в час, Омега начала охлаждаться потоками воздуха. Салон буквально заледенел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Антон начал укутываться. Особенно холодно стало, когда автомобили поехали по дамбе, в месте, где дует тот самый боковой ветер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спустившись с трассы и повернув в город, мы медленно и неспешно продолжили свой путь, направляясь в сервис. Пока прямо в этой полосе. Езжай, давай, ты не перестраивайся никуда. Пока прямо, он сказал. То есть здесь, в принципе, большому счету в этой полосе движемся. Никуда ничего не меняем. Чего за бонтик? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Твое? Двое. Нифига. Там нас ждали ребята, которые занимались этой Омегой. Они ее и приняли на разбор полетов. Антон тем временем пересел на другой автомобиль, Hyundai Santa Fe, на котором мы впоследствии отправились до дома. А Димон, пожав нам руки, уехал на заказ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам лишь оставалось дождаться диагноза, и на следующий день он стал известен. Произошло разрушение маслонасоса и провернуло вкладыш четвертого цилиндра, который получил задиры. Другие вкладыши тоже были с задирами, но в меньшей степени. Они были полностью заменены, и через неделю Омега снова вернулась на съемки. Это лишь доказывает ремонтопригодность Омеги. Вообще, в этом двигателе стоит периодически контролировать давление масла, особенно перед дальними поездками. Делать это, конечно, лучше механическим манометром. В Омеге очень не хватает стрелочного указателя давления масла, как, например, на 123-м Мерседесе. Вместо этого есть только лампочка, которая горит в случае уже возникшей неполадки. Но ничто перед этим не предупреждает. В результате маслонасос и все вкладыши были заменены. Насколько мне доведено знать, маслонасос был куплен от фирмы Мега Ауто. Конкретно этот двигатель остался в рабочем состоянии. Масло не уходит, дым из выхлопной системы не идет, цилиндры, слава богу, не пострадали, даже кольца не пришлось менять. Это скорее исключение, чем правило. Обычно после масляного голодания двигатель требует в однозначном порядке капитальный ремонт. Вся эта история учит простому. Контролируйте давление масла, прислушивайтесь к двигателю. В Омеге нет приборов, предупреждающих нас о том, что с давлением масла начинаются проблемы. Лампочка покажет случай, когда неполадка уже возникла. Бортовой компьютер реагирует лишь на низкий уровень этого масла. С учетом того, что все Омеги уже старые, и в частых случаях, когда стоит еще родной маслонасос, эта проблема остается актуальной. Такая машина за 200 тысяч не сломается, кроме, наверное, крузака нового. Давайте будем понимать, что этой машине уже прошел третий десяток лет. Но она до сих пор ездит, как вы видите. И все с ней хорошо. Ну что, дамы и господа, сегодня я так и выполню просьбу зрителей, которые меня просили прокатись на ручке, поделись впечатлениями. И добродушный Антон предоставил мне такую возможность прокатиться на ручке, просто рассказать, что это такое, чем отличается она от автомата. Ну, первое, что я хочу сделать, привыкнуть к рычагу. На ручке я, кстати, не ездил три года. Так, это первое, это второе, это третье, это четвертое, это пятое, это реверс. Там где-то он, короче, назад. Ну, на самом деле, я просто проедусь, поделюсь с вами впечатлениями, как вот мне автоматчику заядлому, который всю жизнь ездит на автомате, ручка. Ну, пробуем тронуться, вспомнить руки, уроки вождения. Включаем первую, даем чуть-чуть газ, смотрим, естественно, в зеркала. На этом моторе лучше поддавать, да, газку? Да, высокоборочистый любит обороты. Ну, вот, тронулся, не заглох. Так, включаем третью. Слушайте, включаются передачи офигенно, мягко, не дергается машина вообще. Так, смотрим, естественно, на дорогу, в зеркала. У нас тут мотоциклисты могут выскочить. Смотрим на покрытие. Слушайте, а я уже, кажется, привык. Сейчас. И так тут газа полный. Да я боюсь после того раза. Слушайте, а мне даже нравится. Еее! Я на ручке газку нажал. Еее! Испытаем двигатель на его моменте 3000. 1000. Постараюсь. Слушайте, ребята, а мне нравится ручка. Блин, на Омеге она хорошо очень выполнена. Передачи длинные, комфортно переключил, и все, ты уже едешь. И вот, допустим, опять же, я сейчас испытаю комфорт. Допустим, вот светофор. Здесь мы, например, тормозим. Так, она сейчас в грязь. Ехали. Вот светофор, допустим, надо остановиться. Допустим, пропустили пешеходов. Все, надо резко уйти. Так, мы буксуемся. Так, 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 вписывайся. Все, спасибо. Второй не вытягивает, практически. Вот это сейчас вторая, да. Да, не вытягивает. Уже пытается. Тяжело, да. Ну, мотор, да, верховой, со второй, конечно, здесь как на низовом. Сейчас он закупит, фактически. Вторая передача. Все, видишь. Так, стояли. Реально. Нет. Мотор любит обороты. Все-таки да, ребята, любит мотор обороты. Кто меня спрашивал, как он там себя ведет, надо раскрутить, да. Скорость была 3-5 часа, мы до 2-й они пошли. Все, я не буду больше разгоняться. Так уже 100, блин! Мотор, да, верховой, надо, конечно, чтобы он вытягивал так вот, сейчас первое включено, вроде бы, если я не туплю. Здесь ошибиться сложно. У меня вот хотели спросить, ребята, как включается кулиса, да, вот кто хочет Омегу купить. Хорошо, включается. Че, кстати, загорелся, engine? Я надеюсь, это не приближающийся? Капец. Проходилская тема. Горячая тема. Слушайте, смотрите, видите, вот что такое рулевое, хорошее. Ты еще что-то отресень, да. А, вот, третий, да. И отпускает. Да, единственное, с низов не вытягивает, к сожалению, мотор. Ну, таков он. Я думаю, конечно, если ты поставишь чипа Паука, я думаю, что проблема решится. Слушайте, все, я себя комфортно чувствую на ручке. Да, ручка реализована в Омеге, во, мне понравилось. Я себя не чувствую, что вот прям присел на ручку и мучаюсь, тут прям дрожу. Не, все, привык уже. Все, я уже еду, грубо говоря, могу домой доехать. Вот, как вот на автомате без лаунча. Ну, блин, все равно не получается у меня. Ну, не знаю, на сцеплении он комфортно ему будет. Нет, все-таки не вытягивает. Пытался максимально... Первая была, точно? Да, это была первая. Извини, мотор, я не хотел. Правда, не хотел. Чуть-чуть больше. Да. Все-таки лаунч нужен. Да, есть такое. Надо просто, видишь, привыкнуть к этому небольшому провалу, где вот в районе 2000 оборотов. Да, даже в том, что она пойдет? Да. Ну, слушай, мне понравилось лично. Очень комфортная ручка. Вполне себе машина едет достойно. Да, подстроится, привыкнуть к ней надо. Так. Не вытягивай, да, я слушаю. Видите, передача меня нет. А, подожди, блин, я... Это автоматчик, понимаешь? Вообще, слушай, у тебя рулевое классное. Ну, на третьем, я попробую отпустить руку, показать, что, ну... Я уже показал, правда, вот. Я думаю, что вот, отпустить, вот, рулить, да. Вот как должна работать рулевое на Омеге. Я еще даже, знаешь, что ни разу на таком рулевом... Не, ну, я не знаю, мне давали порулить Омегой, но я имею в виду, что вот моя еще ни разу не была в таком состоянии, чтобы вот так рулиться. Ровно идти, я вот постоянно вот так вот делаю. Вот, а, кстати, у тебя чувство, да, есть на руле уже реакция. Вот я здесь рулю, например, на своей старой рулевой, у меня не было реакции, я вот так подруливал все время. Люди говорили, ты что так неуверенно водишь? Я говорю, по чему здесь неуверенно, говорю? Говорю, это машина так везет. А? Машина так везет. Да, я отпускаю руль, и начинаю навстречку резко везти. Я, конечно, не... Здесь все сделано. Да, ребята, так что те, кто хотят ручку, без сомнений, берите, будете довольны. Едет хорошо, привыкаете быстро. Ну, единственное, да, может быть, на V-образном тонов в этом плане будет получше. Пока уже встанем, да. V-образно будет в чем-то плане получше, что вы можете, в принципе, даже без оборотов трогаться. Но этот мотор не тянет, к сожалению. Да, где-то 1800, вот он начинает как-то тянуть, если чуть меньше, все, начинает детонировать, и звук вот этот вот, так называемый дизелит. Вот, все, мотор не тянет, к сожалению. Ну, такая особенность, да. В этом плане, вот, может быть, на двухлитровом моторе, может быть, на автомате будет комфортно, потому что там не надо вот этих газ дозировать на старте, особенно все время, да. Там, ну, на автомате вы отпускаете одну педаль, нажимаете другую, но вот на V-образном, я уверен, вообще будет офигенно. Вот. Ну, здесь я тоже доволен, ручках работает хорошо. Разогнался я до сотни без лишней суеты, раз, два, три. Старт, конечно, значительно лучше, чем на автомате, потому что на автомате намного длиннее передачи. Там вторая заканчивается на 120 км в час, а здесь уже где-то на 90, да, уже, по-моему, вторая. Ну, в середине 90, вот так. Где-то 90, да, и поэтому динамика, конечно, разная, потому что пока там до стола стену докрутит, это уже на четвертую выйдет, наверное, передача, выйдет уже там впереди далеко. Ну, вот, так что нет, ребята, кто сомневался, кто советовал мне брать, ну, проехаться на ручке, да, вот проехался. Так скажем, ручка, в принципе, это то, что я от нее ожидал. Ничего нового я для себя не открыл в этом автомобиле. Как я и говорил, ручка дарит более эмоциональное вождение, вы водите, так сказать, более шустро, вы чувствуете тягу, она у вас всегда под рукой, вот на этом самом рычаге. Ну, и, собственно говоря, что здесь еще можно такого добавить? Добавить особо нечего. Ручная коробка мне чем понравилась? Передаточными числами. Эти числа действительно комфортны для езде в городе. На первой передаче можно развить скорость 40-50 км в час, включить вторую. Передачи, ну, достаточно такие длинноватые, мне даже показались. Ну, конечно, по сравнению с автоматом, они не такие длинные, как вот я сел после автомата и почувствовал, но, тем не менее, вот для седана городского, да, например, это уже длинные передачи, я считаю. Но единственное, вот на мой личный взгляд, понятное дело, что каждому свое, но меня бы задолбало это делать в городе каждый день, вот если бы я ездил, вот это вот дергать рычаг, потому что я, в принципе, езжу на Омеги в основном в городе. В основном по Питеру катаюсь. Меня вот лично просто достало этим заниматься, то есть, да, на первых порах, когда вы там, например, развлекаетесь, это классно. Но вот, когда вы просто ездите по городу, например, да, что-то, ну, просто по делам куда-то, это просто задолбывает. Хотя, безусловно, ручка шикарная коробка, на ней можно реально ездить, отжигать. Трогается она быстрее, разгоняется машина на 2 секунды быстрее, чем на автомате. Но на самом деле в вождении Омеги это на самом деле вообще не критично. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Наверное, Омега Лайф еще назван даже так потому что сейчас я смогу объяснить еще суть названия Омега Лайф Понимаете, когда я снимаю автомобиль когда, например, съемка длится более ну так сказать, одного съемочного дня то в этот момент я не могу сказать я буквально живу вместе с той Омегой которую я снимаю я вживаюсь в нее я пытаюсь понять ее суть и передать вам, в конце концов, ее ну вот и, конечно, каждый из этих Омег оставляет отпечаток в мозгу я их запоминаю они для меня становятся даже потом чем-то большим потому что все-таки когда ты с чем-то переживаешь какой-то момент в своей жизни ты это начинаешь ценить ну что ж, на каких-то вот таких вот нотах 11 выпуск сериала Омега Лайф подошел к концу можно сказать, к концу подошла и моя дорога в данный момент я приехал туда, куда и хотел когда записывал вам все это так что все в мире закономерно вот, ну и ждите, конечно же, следующий выпуск я надеюсь, что это будет 9.1 по плану, по крайней мере, у меня так в котором я покажу вам как мы продолжали приводить в чувство вот этот вот автомобиль и за счет чего он сейчас уже начинает бегать так что не отключайтесь скоро увидимся всем пока субтитры сделал DimaTorzok и приятного аппетита субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин